Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. В данный момент активным ходом идёт альфа-тестирование дополнения за Варвизин. Мне посчастливилось, и теперь я могу чекать различные вещицы здесь. Хочу глянуть полностью ветку Рыцаря Смерти. Глянем обычные таланты, глянем героические таланты. Хоть я и делал это немножко на стриме, но всё-таки потыкать самому, пощупать, ощутить всё это, хоть и с повышенным пингом, всё равно приятно. Без рамки реально получше, видно абсолютно всё. Да, по факту кайфово. Что мы видим? Видим то, что кучу талантов просто встряхнули, поменяли местами. К примеру, Жнец Душ находится выше. Усиление загравированной руны тоже находится выше, и теперь требует всего лишь один поинт. Приятно. Да, реально приятно, кайфово. Ледяные когтяшки тоже находятся выше и тоже требуют один поинт всего лишь. Далее, реген РП с автоатак подняли повыше. Приятненько, да, приятненько. Тут поменялись ромбики. Стало как-то не так размашисто. Можно даже вообще вот так вот сделать. А почему бы и нет? Взять что-то по типу спринта. Зачем нам улучшенный дестрайк в какой-то промежуток времени. То есть, можно не идти напрямую с этих основных кнопок. Можно скипнуть и воспользоваться всякими связями, которые находятся по бокам. Интересно довольно-таки выглядит. Посмотрим, к какому билду по итогу мы придём. Надо ещё поэкспериментировать, почекать абсолютно всё. Убраны плюсики, которые там, помните, пассивно давали силу. Теперь есть другой интересный плюсик, который даёт нам увеличение самоисцеления на 5%. В общем, есть реально что посмотреть. И есть что потыкать. Это не может не радовать. Касательно ластовых талантов. Тут находится кровавое наполнение, которое довольно-таки интересно выглядит. КД 3 минуты. Может быть, ещё поменяют. Далее, если мы рассмотрим правый талант, то он вообще на выбор. И это всё направлено на magic damage. То есть, если гляну на тот, который у меня выбран, это 0 magic. Уменьшение получаемого урона на 10% от магии. И при этом дебафы магические, которые находятся на вас, действуют на 35% меньше. Довольно-таки интересно, но в какой-то промежуток времени, наверное, это может сыграть злую шутку. Когда вам нужно, быть может, как-то подольше выдержать дебаф на себе. Окей. Дальше щиточек. Антимагический зелёнка, самая обычная, которую мы жмём. Она по двум игрокам шарится. Тоже довольно-таки интересно. Имеет место быть в каких-то боях. Приятным нововведением для абсолютно всех ДК является то, что после того, как мы покинули лужу, бонус её сохраняется ещё на 4 секунды. Если танк уводит босса, моба из-под нашей лужи, то ещё 4 секунды мы можем ничего ему не писать гневного, а спустя 4 секунды можно что-нибудь и понаписать ему. В общем-то, неплохо реально встряхнули ДК-шную ветку общую. Есть что глянуть. Это факт. И если рассмотреть Анхоли ветку, то мы можем не увидеть эпидемию. Теперь она находится в стандартном наборе способностей у Анхоли ДК. На этом месте теперь находится увеличение демоджа от доток и увеличение шанса крита для них. Приятно и интересно. В целом, левая половинка талантов выглядит для ОЕ ситуации, а правая половинка талантов Анхолика для салл-таргет ситуации. Типа экзекутка, ниточка, прокнутые кайлы. Ещё чаще прокают, да? После прокнутого кайла мы больше бьём ударом плети или с тискивающими тенями, смотря что у нас взято. Дот от кайла. То есть, в целом, те таланты, которые нам уже знакомы. Просто их тоже чуть-чуть встряхнули, поменяли местами. Если глянуть внимательно, то можно увидеть могилки. Under construction, типа в разработке. Этот талант ещё не зарелизен и ждёт воскрешения из мёртвых. Интересно, стилистически, конечно, расписали. Тут будет какой-то одноранговый талантик и тут двухранговый. Но, может быть, что-то ещё, конечно же, поменяется. Новый талант, который взят из текущего сет-бонуса, то, что наши чародеи бьют по четырём таргетам. Собственно, особо нового ничего. Просто старые фишки преподносят в новых талантах. Просто-напросто окей. Близзы любят таким заниматься. Тут на выбор либо горгулья, либо при прокнутом используемом кайле или эпидемии мы призываем чародея на восемь секунд, который кливает комбо. Ну да, получается комбо неплохое довольно-таки. Войско мёртвых имеет теперь КД в 3 минуты и кайлами, эпидемиями никак ничего не сокращается. Стандартные, дефолтные 3 минуты. Окей. Хотим быстрее. Мы меняем армию на Abomination. Это поганище, которое было в ПВП, которое было удалено в июне 2023 года. Теперь оно пришло вновь в ПВП талант. Abomination поганище заменяет войско. Таким образом, раз в полтора минуты мы можем кастовать войско в скобочках поганище. Это довольно-таки интересно для ластового таланта в героической ветке. Но обо всём по порядку. Пестер Майт. Талант, направленный на увеличение силы после взрыва язв. Как он работает на лайве? Он имеет свой интервал 20-секундный и сколько язв мы прорвём в этом промежутке на столько процентов у нас сила и повышена. Тут получается в Забарбезине так, что мы взрываем 4 язвы, например, с Покалипсиса и они имеют свой таймер. Когда мы взорвём пятую, шестую язву, они будут иметь свой таймер. Баф всегда будет висеть 20 секунд, но количество просто-напросто будет обновляться. То есть прошло 20 секунд с момента первых четырёх взорванных язв они пропадают и остаются те, которые были взорваны там, например, на первой секунде боя, на второй секунде боя. В момент обработки большого видосика задумался о том, то что неплохой идеей было бы по факту раздробить его. Давайте сделаем так, то что это первая часть и в ней мы рассмотрели основные таланты, основные изменения Анхоли ДК. В следующем видосике мы рассмотрим героические таланты в виде всадника Апокалипсиса. А в следующем видосике рассмотрим Сан Лейн. Я думаю, это будет нормально, адекватно, и это не будет сильно мозг людям нагружать. Вы нормально сможете информацию отфильтровать, обдумать сначала обычные таланты, потом одну героя к ветку, а потом вторую героя к ветку. Мне кажется, это вполне логично. Само собой, ссылочки на всадника Апокалипсиса и Сан Лейн в ближайшее время появятся в описании. И на этом пока что все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!